Мы вас обожаем! Так, всё, давайте настроимся. Игра реально атмосферная, очень серьёзная. Друзья, мы сегодня поиграем вот в такую настольную игру. Секретные материалы. Её принёс наш дорогой Серёжа. Руки Серёжа. Да, это его игра. Я в руках не сплю. В руках не сплю. В сумке. За столом сегодня с вами Денис, Руслан, Славик, Вова. Вы их не видите, но они с нами. А вот со Славиком... Они со Славиком вместе. Одна команда. Один сел. Да. Серёг, да. Давай, покажи нам эту игру, продемонстрируй. Без слова. Хей-хей, привет левая, привет правая. Что это тут у нас? Деньги за проплаченную рекламу. Давай что ли тогда порекламируем кого-нибудь. Друзья, хочу вам порекомендовать канал моих офигенных друзей. Максима и Эдика, они делают обзоры литературы, литературных различных произведений. Я им там тоже немножечко помогаю со светом, со звуком и со всеми прочими делами. Очень важно, и мне будет приятно, если вы вот прямо сейчас перейдёте на канал парней, посмотрите пару обзоров, прокомментируете, может быть даже подпишитесь, если вам понравится. Они планируют делать много качественного контента по литературе, и там будут и разные подборки тематические, и обзоры разных книг интересных. Насчёт проплаты, это, конечно же, шутка, это просто открытка, которую подарила мне бабушка на день рождения. Спасибо бабуле, и переходите, пожалуйста, на канал. Ещё раз всех прошу вас, мне будет приятно. Спасибо. Сфальшивил, ну да ладно. В общем, да, дело тут обстоит в известном сериале, секретные материалы. Вот, сейчас там последний сезон идёт, якобы последний, не знаю, может ещё и продолжение будет, неважно. В общем, игра соревновательная, такая полукооперативная, то есть четыре агента ФБР будут соревноваться в умении раскрывать дела с агентом синдиката. Да, да, с тем самым курильщиком, который тут вот представлен. Ну, у него там и имя есть, в общем, кому интересно, могут посмотреть, почитать. Так вот, значит, сейчас нам необходимо... А, сейчас я расскажу сначала вообще, как это всё проходит. Игра идёт на набор победных очков. То есть здесь есть два трека, трек агентов и трек синдиката. Вот, нет, сейчас вот здесь вот, вообще, в стороне чуть-чуть будет этот жетончик. Да, да. Итого, агентам необходимо набрать всего лишь навсего 9 победных очков. Это будет отмечаться здесь на треке. Плюс ещё есть вот такие вот кусочки пазла, которые, ну, просто, как бы весело их собирать. И в итоге собрать эту картинку. То есть, хотите вот здесь отмечаете, можем пазл собирать, не суть важна. Синдикат должен набрать не 9, а аж 25 победных очков, либо больше. Но сделать ему это гораздо проще, чем агентам раскрыть эти дела. Так вот, значит, у нас дело обстоит на карте США, да, то есть, как бы ФБР, всё такое. И агенты сейчас находятся у нас в регионе Северо-Восток. Вот, всего карта поделена на 4 района. Это Северо-Восток, Юг, Запад и Средний Запад. Вот, здесь будут открываться дела необходимые для расследований. Вот, и агент синдиката будет всячески мешать. В принципе, можно уже, наверное, стартовую расстановку начать. Вот. Да, игра на английском, она не локализована и вряд ли будет когда-то. Да. Как я понимаю, она не новая. Не будет, не житель. Ещё и дополнение вышло. Но английский тут не такой сложный. Так, первым делом, да, агент синдиката раскладывает дела по количеству агентов, которые ему противостоят. То есть, 4 дела я сейчас должен выложить на разные регионы. Выкладываю на юг, на юг. Если будут повторяться, вот ещё опять юг, поэтому я замешиваю обратно сброс. И северо-восток, опять юг. Да, что ж такое, юга много. И Средний Запад. А, 2? 4, вот, по числу агентов должно быть открытых дел. Итак, что нам говорит карточка открытого дела? Ну, помимо того, что в каком регионе она находится, и вот этот вот смысловой текст, который мы зачитывать не будем. 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 Конечно. И переводить. Ну, так, примерно. На самом деле, тут всё, весь сюжет, он состоит где-то на уровне, там, пятого или шестого сезона, я точно не уверен. Вот. И все вот эти дела, они по названию серий этого сериала. То есть, они вкратце отражают, что там происходило. Вот. Значит, что будет нас... Короче, здесь какой-то этот динозавр какой-то, водный динозавр. Ну, да, да, да. Жестское чудовище. Чудовище. Клам-жир. Вот. Приплыло. В элегу накрылик начать. Здесь кто? Не грифил. Итак. Или давай по правилам, тогда потом по Б. Сейчас я постепенно всё. Ну, на самом деле, они не такие уж сложные. Значит, что... Как раскрыть это дело, прежде всего? Здесь, в левом нижнем углу указана сложность этого дела. То есть, необходимо сделать шесть успешных расследований, грубо говоря. И это дело будет закрыто. Значит, помимо этого, здесь есть ещё дополнительный текст. Добавьте сложность для каждого расследуемого дела в этом регионе. Вот. То есть, повышается это уже не шесть, а семь. И это тоже становится семь. Здесь смысловой текст говорит, что политические расследования, вот такие вот с ручкой, это я тоже всё ещё объясню, они приносят на один меньше прогресса при расследовании этого дела. Давайте теперь... Так, что у нас теперь... Теперь у нас каждый агент берёт себе по пять карт из колоды агентов. Раздавайте. Так, я себе беру пять карт из колоды синдиката. Да, у нас мы один, мы с сербом одну. Угу. Всё, у него растворенная личность, всё, ужизофреник. Что, мы можем расследовать? А кому ещё? Да, 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 смотри. Это, ну, ты за злые дни всё-таки. Нет, нет, он передумал, держи. Вот, можете смотреть и... Не знаю, там вы сквозь слезы. Инвестигейт — это жулика? Инвестигейт — это именно вот это расследование. То есть, инвестигейт и цифра обозначают, насколько вы продвигаете прогресс в расследовании дела. Угу. Вот. Итак, что может быть на карте агента? Во-первых, это вот этот вот символ. Он здесь вот в центре карты, чуть ниже расположен. Он бывает четырёх типов. Там бывает летающая норелка, пистолет, инопланетянин, ручка пишущая, да. Вот, и может и не быть. Значит, что это означает? Каждый агент для того, чтобы разыграть в свой ход вот такую карту, должен потратить одну единицу влияния. Вот это единицы влияния. Сейчас каждый для начала берёт себе по три. Каждый агент берёт себе по три фишечки. Они одинаковые все. Это каждый берёт по три фишки влияния. Это необходимо для того, чтобы разыгрывать... Маленько. Да, разыгрывать вот эти вот... Карты агента. Так вот, у каждого агента... Так, говорит о гейз, ребят. На картах вот этих удостоверений есть и сильные стороны, и слабые стороны. Там внизу написано. Нам не имеют ров. Зелёные — это сильные стороны, и слабые стороны — красные. Вот, да. И при разыгрывании карт считается, что разыграть карту стоит одну единицу влияния. Вот. Если эта карта с символом сильным, сильной стороной вашего агента, вы разыгрываете её на одну единицу влияния дешевле. То есть, бесплатно. Если эта карта со слабой стороной вашего агента, то вы разыгрываете со штрафом в один. То есть, чтобы разыграть эту карту, надо потратить не один, а две единицы влияния. Понятно, да? И, ну, здесь тоже смысловой текст в верхней части карты. А снизу, собственно, что она означает? Какие действия необходимо провести при разыгрывании этой карты? Основа всего там вот investigate и циферка. Это означает, что вы её разыгрываете и расследуете это дело, продвигая настолько, насколько вот эта цифра указывает. Вот. Если есть какие-то бонусы или штрафы, вы их применяете, соответственно. Прогресс расследований этих дел отличается вот этими вот жетончиками. Вот, чтобы не забывать. Расследовать дела можно только в том регионе, в котором находится агент. Логично. Вот, такие дела, да. Значит, если какие-то вопросы у вас будут конкретные по картам агентов, ну, показывайте, будем по ходу разбирать. Там, в принципе, ничего сложного. Есть там пара карт, которые могут вызвать вопросы, поэтому задавайте. Так, я, как игрок синдиката, беру себе 5 карт. Сейчас я расскажу. Влияние, два, три, четыре, четыре, пять. Это вот это influence? Это да, это влияние. Это жетоны влияния. Так, беру себе жетонов влияния по числу агентов. То есть четыре. Да, да, только это вот. Ну, это тоже можно. Так, что... А если нет такого значка strong week? Тогда по обычной цене. Вот это? За единичку. За единичку, да. Вот, значит, у каждого агента есть еще свои уникальные способности, которые могут применяться ими в течение хода. Значит, агент Mulder. Вот, игра вообще рекомендует, правила игры рекомендуют, да, чтобы ход агентов начинался с Mulder, а заканчивался с Kali. Вот, ну, это рекомендация такая по отыгрышу их, вот этих вот специальных действий. Что может Mulder? Mulder в свой ход может потратить одну единицу влияния и подсмотреть, вот, потому что агент синдиката будет прикреплять к расследуемым делам свои различные ловушки, подставы и так далее. Да, да. Вот, и как бы в ваш ход, когда вы что-то расследуете, агент синдиката может потратить влияние, вскрыть эту карту и придется отыгрывать ее действия. Вот, то есть, всячески мешать вашему расследованию. Так вот, агент Mulder может в свой ход потратить одну единицу влияния, чтобы подсмотреть одну из вот этих карт синдиката и поделиться этой информацией с другими агентами. То есть, он подсматривает и кладет ее обратно на место. Так, агент Skinner. Это, ну, это не то чтобы агент, да, это вообще начальник Mulder и Скайли, да, это заместитель директора ФБР. Он в начале своего хода просто берет одну единицу влияния, один жетон. Ну, потому что он высокопоставленное лицо, у него налажены различные контакты. Ну, понятно, контакт влиятельный человек. Да, да, да. Так, агент Крайчик. Это двойной агент на самом деле. Крайчик. Такой товарищ, он довольно быстро себя раскрыл как двойной агент. Вот. И в чем его штука? Он может наносить ранения другим агентам, вот, чтобы увеличивать результативность своих расследований. Вот. Плюс два. Да, плюс два за ранения другого агента. Вот. То есть он играет карточку Инвестигейт-3, к примеру, говорит, что он наносит ранения кому-то из агентов. Получается пять. И получается пять. Да. Вот. Такие дела. Про ранения сейчас расскажу. И агент Скайли, значит, когда... Скептик. Да, скептик. Когда она... Когда необходимо вытаскивать из вот этого мешочка жетонный улик, Скайли может вытащить на один больше, рассмотреть их и скинуть потом один обратно. Вот. То есть у нее есть выбор наиболее выгодной улики. Она может доставать из этого мешочка. Вот. Как про ранения. Значит, в ходе этих расследований агенты могут получать ранения. Максимальное число ранений может быть пять. Агенты погибнуть не могут, вот, но и... Подлечиться надо. Да, можно лечиться. Значит, что, на что влияют ранения? Ранения влияют на успешность расследования. То есть если у вас написано расследование пятерочка, и у вас три ранения, вы просто вычитаете. От 5,3 и эффективность вашего расследования становится там 2, например. Вот. Вот и все. Вот на что влияют ранения. Плюс есть еще карты, которые могут как-то поспособствовать или помешать вот в колоде агентов вашим расследованиям, в зависимости от того, сколько ранений им нанесено. Как лечиться? В момент, когда вы должны взять жетоны влияния, вы можете вместо того, чтобы брать жетоны влияния, менять их на лечение. То есть один к одному. Вы должны взять три жетона влияния, вы говорите, нет, я беру два жетона влияния, а за один я просто излечиваю одно ранение. Все. Плюс есть карты, которые также помогают вам лечиться без траты влияния. Вот. Тратить уже доступное вам влияние на лечение нельзя. Только в момент, когда вы должны взять эти жетоны, вы их тратите. Понятно. Ну, да. Как проходит ход агентов? Так, сейчас я разложил, значит, 4 дела. Плюс я могу сейчас уже прикреплять к ним различные... Различные свои вот эти вот штуки. Ну, допустим, вот сюда одну положу. Косятка ходит. Что? Рубашки разных оттенков. Ой, давай не будем сейчас об этом. И допустим вот так. Все. Значит, агент синдиката может в любой момент смотреть, что он там положил, ну, как бы, освежать в памяти. Вот. Но заменять, заменять эти карты синдиката он может только потратив единицу влияния. Жетон влияния. Вот. А так эти карты остаются лежать, даже если дело раскрыто. Эти карты остаются лежать до момента там прихода нового дела или пока они будут скрыты. Вот так карточками заблужден, жетон, значок типа вот. На раскрытии тратить только такие карты или любые? Значит, это дело паранормальное, паранормальное. То есть паранормальное исследование, ну, то есть когда вы будете открывать карты гендер, там будет тип на один больше прогресс, чем обычно. Да, на один больше. То есть если ваше исследование носит паранормальный характер, то вы прибавляете к его эффективности единичку. А, то есть любыми можно расследовать просто это? Расследовать эффективно, но если вы расследуете картой с символом инопланетянина, да, эффективность повышается. Точно, если вы стерили будет там не два, а три. Если по базе два, то да, будет три. Так, точно так же есть и со штрафами. Вот. А, подождите, добавляет одну сложность за каждое раскрытое дело в этом регионе. Раскрытых дел здесь пока нет, поэтому сложность не повышается. Ага, извиняюсь, да. Значит, здесь политические расследования приносят на один меньше успеха суда. Вот, значит, для чего вообще нужно раскрывать эти дела? Во-первых, когда дело раскрыто, агент, который завершил его расследование, он тут же получает число жетонов из вот этого мешочка вслепую, указанное вот здесь на картах. То есть, два, 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 вот здесь три. Вот. И складывает у себя, жетоны могут быть двух значений. Там будет либо единичка, либо двоечка на них. Для чего это нужно? Значит, для того, чтобы продвигаться вот здесь по треку. Чтобы открыть вам один кусочек головоломки, продвинуться здесь по треку, вы должны потратить такое количество улик, значение вот этих, равное количеству агентов. То есть, четыре. Собрали четыре, можете потратить на кусок головоломки, сдвинуться на один. Девять раз вот так собрали, выиграли. Все. Для этого надо расследовать дела. Когда дело расследовано, если не сказано иного, оно вот так вот переворачивается, дело закрыто. Некоторые из дел, они используют уже закрытые дела в этом регионе, которые помогают. Например, обращение к архивам. Вы обращаетесь к архивам, считаете, сколько здесь закрытых дел. Это помогает вам исследовать открытое дело. Да, но это же вперед мы забегаем. Да, забегаем немного вперед. Хорошо. Теперь по, значит, ходу. Да, по ходу игрока. Проходит ход. Всего три, значит, не фазы, а три шага, которые должен сделать агент. Здесь написано. Первый шаг. Да, первый шаг. Это движение, либо консультация. Другого агента. Да. Движение, это передвинуть, взять фишечку своего агента и передвинуть в соседний регион. Смежный. То есть, ну вот из этого региона, из северо-востока можно пойти как на юг, так и на средний запад. Ну, сюда, естественно, уже не доберетесь. А этот контактирует с этим и с этим, со всеми. Этот контактирует со всеми. И юг тоже контактирует со всеми. Вот этот? Юг, да. Он большой. Здесь два дела открыты. А, а, все. Так вот, значит, на... Ну, то есть, один раз переставить фишечку. Это движение. Свою? Да, свою. Что такое консультирование агентов? Другого. Это вы меняетесь одной картой. То есть, вы говорите там... Ну, это, естественно, должно быть обоюдно. То есть, не так, что вслепую там, я тебе вот это, а ты мне что-нибудь. Нет. Сейчас договорились. Вы договариваетесь, как бы, какие карты кому... Клазерманалцу. Да, какие карты кому нужнее. Вот. Одной картой можете поменяться. Это называется консультирование. Затем, либо вы занимаете... Это был первый шаг. Вторым шагом вы либо планируете. Что значит планировать? Если вы планируете, вы просто берете три жетона влияния. Все. Либо вы занимаете... Акт. Действуете. Чтобы продействовать, да, вы тратите влияние и разыгрываете необходимые там, желаемые карты ваши. Все. И третий, завершающий этап агента, это просто вы берете карту из колоды. Одна, понятно. Карта агента, да. Есть еще особые карты, они есть как в вашей колоде, так и в колоде синдиката. Это союзники. Лай. Когда вы играете эту карту, она играется по обычным правилам. То есть вы тратите влияние, разыгрываете ее. И эта карта начинает свое действие и действует до тех пор, пока не будет заменена на карту другого союзника. То есть союзники могут быть твои? Да. Могут быть, да. Да. Вы можете своего союзника заменить своим же, но другим. В общем, по правилам, наверное, все, когда дойдет очередь до синдиката, у меня тут все расписано, я зачитаю вам. Хорошо, погнали. Что будет происходить. Да, Денис, ходи. Агент Малдор. Агент Малдор. А где мы все начинаем? Вы все начинаете в регионе Юго-Восток. Ой, Северо-Восток. Северо-Восток, да. Born Again. Дело. Born Again. Метэмпсихозис. Даже не пытайся. Трансмигрейшн. Вот конкретно вот этот литературный английский, он довольно сложный. Он тут научный такой. Да, я и смотрю. Вот, там не очень прикольно. Проще рассматривать эту игру, может, не как там секретные материалы, а как просто детективную историю. Ну, а как же бы... Ну, да, бэк здесь однозначно есть. Курсану накинули. Бэк-Цар, ну, я накинул немножечко. Короче, паранормальное расследование. Что там за расследование? Сыщики. Я их буду сыщиками называть. Вам не обязательно расследовать то, где вы стоите, вы можете уйти в другой регион. Давайте сначала посмотрим, что нам дают эти карты, я расскажу. Значит, investigations, расследование, дают один дополнительный прогресс к X-Files. Как X-Files. Короче, когда ты используешь карту паранормальных исследований с инопланетянами, прогресс увеличивается на один. Дополнительный, больше, сверху. Да, да, да. А там сколько? Десять надо? Десять надо, это сложное дело. Здесь надо шесть. Политические расследования добавляют... Уменьшают. Уменьшают прогресс на один. Ладно, мало. Мало-то растукать. Другой, брастрей, всю ночь ногу. Иначе... Тебя вело на эту дорогу припятили. Там ручка. А вот это с ручкой что там? На один... Если ты используешь карту с ручкой, вот это вот политическое расследование, то прогресс будет на один меньше. То есть ты там investigation 5 кидаешь, а она будет 4. А если у меня, допустим, я играю карту с ручкой, но у меня нет на карте с ручкой инвестигейт. Она понизится или нет? Нет. Нет, ага. А ты же не производишь расследование? Я всякой фигней мая сделаю. Да, да, да. У меня есть просто карта с ручкой. Ой, у меня есть классная карта, пацаны. На вот эти политические штуки. Давайте все вместе в политической штуке соберемся и сыграем. А давайте подстрелим молодую логу. Смотрите, там... У меня не вариант. Короче, смотрите, у меня есть... Ну, я специалист по инопланетянам. Мне нужно расследовать вон то инопланетянское дело. Ну, я вообще долго проскрыл. Послушайте, послушайте меня. Я вообще тоже не политик. Но у меня есть карта... А кто у нас политик? Послушайте, у меня есть карта политическая. Карта политическая. Короче, написано расследование 2 плюс 1 за каждого агента в этом регионе. Все вместе, мужики? Все включим? Давайте навалимся. Хочу сдавать. Можешь на юг все вместе? Решим вот эту вот штуку или вот эту. А, нет, эту нет. Вот эту. А потом за каждое решенное вот здесь будет сложность увеличиваться. Надо вот это. По очереди пошли. Вот это расследуем, пойдем дальше. А кто у нас специалист по инопланетянам? Я... В этом регионе. Тогда, может, сначала это надо решить? Я же говорю, мы мало... Вот это надо начать решить, потом вот это. Поэтому, если идти и... Так, говорит один. Дэн. Политическую, то тогда вот это. Он вообще не играет. Я внутренний голос этого серба. А, я понял. Райчик не серб. А кто? Ну, там с ним очень мутная история. У него куча паспортов поддельных. Он... Значит, серб. Двойной агент. Сыган. Он румын. Еврей. Очень с ним все сложно. Судьба у него, конечно, незавидная. Мы предлагаем построить Мальдеру ногу, и мы можем это решить. Так, все, серьезная игра. Давайте играть. У меня есть карточка с инопланетянином. Инвестигейт 2, плюс 1 за каждый синдикат карт, добавленный. Только эту? Ну, нету, да. Синдикат карты, вот я, видите, куда. Добой 3. А, вот он добавил их на юг, кстати, 3. И плюс 1 за то, что я использовал. А мы можем на 4. Дэн, он все на юг добавил. Мы пойдем и решим с помощью своей карты вот эту. С какой карты? Которая за синдикат карт добавляет. Мы можем 5. Вот он, 3 добавил. 2 он добавил в этот регион. Давай, я забываю. Вот этот можно решить пойти. Малдер, мы можем делать все так. Не надо меня бить. Я понимаю, что ты злой. Друзья, а карту ты же будешь свой ход играть? Да. Там 6. Его ход. Там 6. Сейчас мой ход, его ход. Я сам первый ухожу. Да. Короче, меня вот сюда на юг. Это первый. А сюда или сюда? Ну, это 1 регион. А, 1 регион. Он может выбрать любое за эти стилы. Он положил, он на камеру не видит. А у тебя хватит? Малдер пришел сюда. Ну, потом еще кто-нибудь дорешивает. Можно тоже пойти ему и строить ногу. Смотри, у меня... Тихо. Я играю с инопланетянином, я шарю в этом всем деле. Поэтому, да, на минус 1, то есть бесплатно. Так? Да, бесплатно. Играю бесплатно. Инвестигей 2, плюс 1 за каждую оттаченную. То есть 4. Да. 4 сюда, пинку. О, может даже ему в ногу не строить, и решить удобно. Накидывай. Это взброс вот сюда, рядышком в воде. В открытом вот так. И беру одну карту, да. Emerging Patterns. Да, ты закончил свой ход? Зачем ты? Отлично. Да, вот это как... Нет. Так, ты как скинер берешь сразу. Тихо, пацаны скинер ходит, алло. Так. Вот она где. Да, сам директор ходит в учебку. Так, я пойду вот тоже на люк и на политическую. Скорее движуху, пацаны. Это союзник. Так, Руслана не слышно, алло. Я иду на политическую карту. У меня плюс 1, так как бонус идет. Так, что сделаешь? Разыгрываю карту сейчас тоже. Ну, наверное, вот эту. Exim Body. Плюс 3. Эксгумация. Эксгумация, да. Так, и плюс 1. 3, стигейт 3. А ты где? Вот здесь. Ага. 3, да. И бесплатная она у тебя, да? Все бесплатно. Так, я тогда играю карту синдиката прикрепленную. У меня здесь сложность увеличилась. Стоп, ты 3 еще не положил он сюда тоже? Нет, не клал. Нет, смысл... Я трачу одно влияние. Так. И агент, который занимается здесь расследованием, теряет 3 влияния. Ловушка. О, минус 3. Охренеть. Он же сам по себе... А ты сам по себе взял одно, да? Да. По своему свойству. Да. Ну, он положил. Да, все верно. Карту агента. Смотри, сколько у тебя было? 4? Да. 4, минус 1 за то, что здесь такое дело. 3 успеха, да. А что такое за дело? Ну, ты политическое дело карточку? Подожди, с ручкой. 3. 3, минус 1 за каждый influence you spent. То есть у него было 4. За каждый, который ты потратил. Он не потратил влияние вообще. А, все, я понял. Вот. Если бы он потратил еще одно, то было бы. Итого у тебя 2 здесь. 2 папки, успех. Потому что это дело приносит на 1 меньше прогресса, да. Все хорошо. Выставь девочка, вот нормально. Ну, идем за балдором, мы хотим устроить все-таки в колено. Так, карту. Карту ты взял? Да, далее. Мы будем устроить в колено. Все хорошо. Да, вы можете стрелять в колено. Мы не будем стрелять в колено. Мы разыграем вот эту карту. Перемещаться не будете? Мы переместились сюда, да, вот сюда. И разыграем вот эту. Нет, Челз. Я выбираю. Челз, мы. Челз, не надо. Мы выбираем вот эту. И че? И разыгрывается. Нет, она уходит в сброс. Discard, play and discard. Что это за? Indicate card and play and discard it. Then investigate 2. Вы вот эту карту? Аннулируйте. Аннулируйте, investigate 2. Все. Потеряли одну эту. Раскрыли дело. Вы раскрыли дело. Все. Значит, дело раскрыл, которое агент берет отсюда. Сколько? Две? Две. Ну, там два, да. Вот эти фрагеры. Вот я их ненавижу. Знаешь, которые вот ты вот бьешь, бьешь. Моб, он приходит и добивает. Что, два жетона брать? Два жетонечка берешь. Два, два, четыре. Два и два. Ты можешь их уже, в принципе, потратить. Ну, тратим. Трать, конечно. Сбрасывай. А у тебя сразу здесь начинаешь? У меня 0,5, да. У меня улик пока нет. Четыре потратили, и че? Берите, берите, вот, не знаю, берите кусочек головолом. Да, у нас есть только кусочек. Ай. А почему ты не начинаешь где-то там? И мы дровым. 0,5 у меня. У меня 0 сейчас. И дровым, да, да. И дровым карту агента. У вас было 0, теперь вот один. И мы дровым карту агента, правильно? Да, да, да. Да. Ну, норм. Отлично. Все, теперь скази. Мы с тобой вымхай, паровозик. Выходим, стрелить тебе в колено. А вот это когда новое откроется? Я открою в свой ход. И оно не факт, что там откроется. Я помню. Так, я перемещаюсь сюда, играю карту. Question Witness. Инвестигей 2 плюс 1 for every other agent. Это не моя специальность, поэтому я трачу 1, да? Тратишь 1, вот, скидываешь. Теперь я положил 2, здесь минус 1. 1, но плюс 1 за каждого агента. О, и того 2. Это и не сильно, и не слабо. За каждого другого. Да, 2, короче, положил. 2. Прогресс 2. У тебя Инвестигейт 1 силу? Берешь карту? 2. Инвестигейт 2 плюс 1 за каждого другого агента 3. Но здесь минус 1. 2. Так, все, агенты завершили. Это тоже. Малда. Кому скажете. Теперь наступает ход синдиката. Значит, что происходит? Во-первых, я беру из вот этого мешочка улики себе по числу нераскрытых дел. То есть 3. Да. Ага, то есть нам нужно вход как можно больше раскрывать. 1, 2. Стреляй, скальливка. Без проблем. Теперь, независимо от того, сколько улик я забрал из этого мешочка, я кидаю туда вот этот вот жетончик с сигаретой. Курильщик. Да, с сигаретой курильщика. То есть у вас теперь есть шанс ее вытащить. И тогда, ну как бы, это считается, что... Нет, это не геймобер. Это считается, что здесь уже побывали люди-синдикаты, и они забрали улику нужную себе. То есть вам она просто-просто не достает. Прикольно. Да. Вот. Как минимум одна она уже здесь есть. Так. Теперь я добираю карты секретных материалов по числу агентов. Что тут у нас, да? Мид-Уэст у нас уже есть. Уэст. Вот сюда приходит. Сложность 8. Политические расследования добавляют на 1. Ну, на 1 больше, успешнее, чем обычно. Так. И потом... Я добираю себе карты синдиката до 5. 2, 2, 3, 4, 5. И беру себе жетоны влияния по числу агентов. То есть 4. Я тупой. Если ручку сюда применить, будет плюс 1 на 2 бой. Да. То есть, ну, уже въехали, да? Да. Вольные. Да, все просто, на самом деле. Что у нас по ручкам специалисты? Собрали. Collect Influence. Иди туда. Ну, верюшку. Что там уже... А, и я еще могу разместить карты синдиката, прикрепить к делам. Если что. Так, здесь... Сейчас, погодите, еще я хожу. Сейчас карты из-за других агентов присадить. Еще я хожу. Значит, вот это пойдет сюда. Это пойдет сюда. Это пойдет сюда. И вот это пойдет сюда. Это сколько угодно их выкладываешь? Выкладываю я сколько угодно. Но когда я выбираю, какое разыграть, я трачу очки влияния. А, понятно. 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 Так, ну что? Малдор. Сейчас, сейчас. Все? По сути, мы сыграли полноценно один ход. Да. Сейчас есть какие-то вопросы. Все понятно. На самом деле. Сначала ходит он. А зачем? Меняемся на этом. Смотрите, вам могут попасться две еще особых карты. Карта перестрелки и карта погони. Что в них особенного? Карта перестрелки, если будет. Вы расследование, там будет написано сколько-то расследования. Плюс, потом вы будете, будет необходимо нанести еще себе ран по числу добавочных очков расследования. То есть, там, например, будет написано инвестигейт 2 и вы можете добавлять эти очки расследований и добавленные потом уйдут вам в ранения. Вот. Плюс, есть еще карта погони. Когда вы играете ее, она играет иначе. Она приплюсовывает к эффективности расследования ранения, которые уже есть у агента. Вот. То есть, рано это еще может оказаться. Да, еще и полезно может оказаться. Надо поделиться парами. Ходить парами. Мы заход можем выполнить. Ну, нормально, мы со скиннером. А вон, когда и получит колено, да? Ха-ха-ха. Чувствую, придется получать колено, потому что я сейчас... Вот это мы можем выполнить, если ты получишь колено. Как мы это выполним? Если ты пять можешь кинуть. Никак не могу, у меня уже нет таких карт. Ну, вот это, вот это. Вот это мы можем выполнить. Я сейчас два могу кинуть. Любой. Вот сюда давай. Мы здесь можем выполнить. Сюда два? Хорошо, давай. Пришел сюда. Кинул. Кинул. Кинул Haveful Drew. Dream. За ноль играю. Ничего не происходит. Просто скрытие правды. И что? Ну, есть такая карта. Просто карта блефа. Называется Сокрыть правду. Ничего не происходит. Стоит ноль. Класс. Класс. Сюда два. Вы можете сыграть другую карту. Чтоб мы боялись. Вмокающие мечты. И играю союзника, синдикат, карты. Подожди. А, ты можешь сыграть еще одну карту. Еще одну карту. Играю союзника. Карты синдиката стоят. Да дайте Денису договорить, ну. Действия. Да ты заманал меня. Дайте человеку договорить, не перебивайте. Вы че? Че ты лезешь? Давай. Отыгрывай. Так как это моя специальность и то и то, я ничего не трачу за это. Все верно. Да. Смотри. Ты получаешь. Что союзник дает? Гейн два инфлюенс. Ты получаешь два влияния. Нет. Это не так. А, возьмите. Возьмите два жетона влияния. Все, хорошо. Я играю так тогда. Два жетона влияния. А союзник что дает? Два жетона влияния. Затем вы можете сыграть другую карту. Сыграть. Сброс. Получил. Теперь сыграл союзника. Союзника сыграл. Синдикат карты стоят на одну влияние больше. Влияние дороже. Да, чем обычно. То есть мне теперь, чтобы разыграть, надо сложнее. Ты сыграл ту карту. У меня это специальность. Я их играю бесплатно. Вижу отсюда. Он же сказал. Йодискорд. Это наш смысл или у каждого свой? Дайте мне эту карту, пожалуйста. Йодискорд. Твой. Это наш смысл. Да, это наш смысл. Да, это наш смысл. Это агентский смысл. Конечно. Но мы её выполнять можем. Ну, ТашхА, ты шум. Ну, стреляй. Так, сейчас. Скинор первым ходателем. Ты берёшь, ты берёшь влияние. Сколько? 5 ран можно, да? Выдержать? да больше где на что специализации у меня на тарелке и я сроки у всех микроскоп а у меня наоборот микроскоп это моя слабость ну и шария в науке поэтому у меня есть карта науки могу кому-нибудь да да науки шарик дат руслан ходит давайте послушаем обмен я предлагаю обмен провести нужны эти какие-то карты могу мне нужны я у тебя с чё за специальность вы тоже микроскоп помните что серьезно все слышит но на поверочек нет уже не вот нло тебе могу дать то что не может пригодится мне то что а иного тоже у меня есть нет включается и пистолет оружия не мне не надо ладно тогда я сразу разомка то question witness 2 плюс 1 это за каждого агента до в каждом регионе ну два то есть мы решили плюс плюс два еще до плюс один за другого агента да но здесь минус один да плюс один минус один это вот шесть все раскрыли дело и ваша дочка тебя прошу всего лишь двигается она вот уже на один она как бы вообще вне поля получается планица почему они так сделали у синдиката 05 вещь есть пусть если даже на нуле все равно она там а у агентов как-то выходим берешь карту ты взял карту берешь карту обязательно кубрик кайбрик стэнли кубрик нет алекс 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 ну давай давай на восток на восток на восток еще западу пофигу да и мы играем она точно мы играем как мишку нет зажиме чё там чё не ну вы играете а мы играем сами по себе да и 3 плюс 1 за каждую карту который сбросит за нашу итого 8 да ладно раз-два-три-четыре-пять-шесть-девять инвестигей 3 плюс одну карту да у вас 1 за каждую да 9 это что у нас 9 на один больше 10 дискат точно общий не у каждого игрока свой это хорошо смысле дискат инвестика эври ада карт юлис карта он общий для всех игроков или у каждого свой сброс взрос общий в общем специально там вот место да да это очень просто было решить три улей мы решили мы волосы мы решили получаем 3 3 жетонечка 3 потери вы заплатили за это до 1 1 1 3 до 5 вне ну и 2 у нас ты не это и вот она не суммируется у каждого агента свое нет вот этим меняться ну это было вообще конечно туда ну да да за один фото башком легко ну ты да как хочешь на скале додумаю и какой-то вот и сразу смотри берешь ли эти улики дискали но это надо выбираешь себе какую-нибудь улику а где ты а ты вот он а какая разница мы сама менять немножко тебе прийти надо чтобы поменять это первое действие то есть я если приду то сразу ты мне меняться так что я подумаю что у меня это все другие агенты плюс один за каждого агента который дискартную карту короче я иду сюда внимание в момент твоего расследования они мы мы поскидываем карты и все можно ходить конечно иду сюда играю on orthodox метод за одну влиянию выбираю карту синдиката и сбрасываю затем мы и на 2 раз кины вот так рука да это сброс так и того два не расстроил и хорош он нашли нам достался самолет мы тоже есть но он позволяет тебе еще одну карту после его не играть потому что здесь всего четыре локации всего 2 из них не соединены но это если срочно надо будет попасть 6 до 10 еще что-то сыграть от 6 до 10 а как это узнать вообще как вот ширма тут я знаю а за что ты получаешь точно так же вот я за нераскрытые дела жетоны одно нераскрытое дело один жетон вот я сейчас два жетона взял а тоже то сигаретку то положи вот теперь я беру ну до пяти чтобы меня было пять в руке какой-то какой вот беру 4 5 рушники вот этого взял четыре влияния так теперь кто проделал не кричи то кто все-таки новое дело открыто и нас есть конфликт инвестигейшн добавляет 1 отлично о а 5 и у Продолжение следует...